добрый день здравствуйте дорогие друзья рада 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 вас приветствовать на вторнике на нашем эфире во вторник который называется история налад сегодня нас ожидает потрясающая история которая называется худейник лету стране для себя и сегодня историю которую я готовила для вас эта история об одной женщине которая как бы спортсменка у нее есть определенный результат ее зовут габриэла андерс андерсон шиз и когда я читала эту историю то я думала о том но мы такие истории в ноланде с вами уже читали люди делают какие-то особенные вещи супергерои спасают других людей там и так далее и так далее и так далее но эта история не давала мне покоя я ее перечитала раз восемь и пыталась понять что же с этой габриэлой андерсон шиз но помимо того что и зовут как елена габриэла аронова наша чудесная что с ней не так почему она великая почему они стоят говорить в истории налады и сейчас я расскажу вам что меня привлекло поразило в этой женщине почему я выбрала ее пример образец сегодня для этой истории спасибо вам что делитесь этим эфиром спасибо моей дочери который мне помогает сегодня проводить эфир является таким подшефным редактором и сейчас я расскажу вам историю габриэлы андерс андерсон шиз и она начинает следующим образом ложится анджелесе 1984 году 5 августа мне было ровно год температура в тени достигает 32 градусов и в эту адскую жару проходит первый олимпийский забег в истории спорта в котором принимают участие женщины поставьте в чат три плюса кто хотя бы раз сталкивался в жизни с историей того что ну женщин меньше прав но типа ну ты же женщина ну а как вообще а где но мужчины понятно у них там все просто у них свои тактики стратегии форма но ты же женщина зачем тебе бегать зачем тебе работать зачем тебе еще что-то сталкивались ли вы в своем сознании в своем городе в своем поселке да неважно где с какими-то ограничениями по женской линии но вот что вот как бы женщина в принципе немного сложнее достигать каких-то результатов чем если бы вы были например мужчиной и я например сталкивалась с такими вещами много раз ну например в университете старостами групп с гораздо большим как бы успехом становились парни а девочки которая тоже была как бы талантливой имела хорошие организаторские способности ей приходилось как бы доказывать что она может что ей можно доверять что у нее достаточно там таких качеств как забота телеостремленность и усердие чтобы стать лидером ну вот идея заключается в том что представьте себе первый забег вообще в истории мирового спорта куда наконец-то допустили женщин женщина вообще такое существо которое планомерно внедряется вообще вообще сферы жизни в которых принципе она должна была быть потому что но у нас есть определенные равенства и разница между мужчиной и женщиной заключается лишь в том что мужчина позволяет своей женщине что женщина позволяет себе рядом со своим мужчиной и так собственно говоря строится отношение поэтому представьте себе жара 32 градуса люди бегут ну то есть это очень сильно в комментариях к этой истории очень многие люди пишут типа ну куда вообще смотрели организаторы как вообще возможно так что в 32 градуса люди бегут и это вообще возможно за моей спиной реальное небо не фотообои ребята и я вот сейчас у меня командировка в рай поэтому я наслаждаюсь кайфую и завтра эфир по мудрому коучингу будет тоже прямо исключение из рая и так представьте себе что восемьдесят четвертый год 5 августа в марафоне впервые участвуют женщины бежит сорок четыре человека и все мы с вами в жизни однажды что-то делаем в первый раз и точно так же наша габриэла андерсон шиз появляется на стадионе и спустя 20 минут после финиша другой женщины которая победила его ее звали джоан бенуа все думали что главные переживания этого забега позади потому что победитель понятию но нет когда уже определились финалисты и было понятно первое второе и третье место весь стадион был прикован вниманием габриэле андерсон шиз толпа ахнула когда швейцарская бегунья появилась на дорожке ее тело вдруг искривилась левая рука обмякла а правую ногу полностью свела судорога она отмахнулась от медицинского персонала который бросился к ней на помощь потому что есть правило что если к тебе во время забега прикасается хотя бы прикасается медицинский персонал это значит что ты дисквалифицирована ну то есть по каким-то причинам твой результат не будет зачитан и она отмахивается от медицинского персонала продолжает бежать и тогда правило предусматривали что есть только пять пунктов раздачи воды в этом большом забеге и от усталости габриэла пробежала 5 и в результате ее тело начало очень сильно страдать от обезувоживания и дальше после уже в интервью с ней она говорит я сказала себе габриэла тебе почти 39 это твой последний шанс другого не будет просто продолжай пока сможешь просто продолжай стадион встал с трепетом следить за каждым пройденным метром спортсменки есть видео ее последних пяти минут это просто ну какое-то истерично судорожное тело которое идет габриэла андерсон шиз заняла 37 место в таблице 44 вы только поймите она чуть не умерла она шкандыбала в судорогах и даже с таким результатом она заняла не последнее место я думала вообще но ты странная женщина глупая я не знаю мужчинам бы сказали какого черта ты поперлась вообще значит в этот забег в эту жару но пропустила ты эту станцию воды но ты видишь что тебе плохо но остановись ну что последний забег в твоей жизни зачем ты же могла там умереть реально просто протянуть ноги на этом стадионе на сто человек супер спасибо что делитесь этим эфиром и у меня вопрос где был ее мозг когда она вот так вот обращалась со своим телом когда она вот так вот распоряжалась телом драгоценным телом которое ей было дано я думаю вообще что было в голове у сорокалетней женщины тридцати девятилетней да которая решила несмотря ни на что завершить путь и вот эта фраза когда у меня в голове появилась завершить путь я поняла вот это вот вот это корень вот это корень ты встал утром ты вчера вечером решишь что ты утром бежишь делаешь медитацию там я не знаю идешь со своими детьми гуляешь по рассветному какому-то не знаю морю у городу где-то еще а утром ты просыпаешься и понимаешь как-то я опять не выспался что-то меня где-то чешется пятка болит что-то тянет кто-то позвонил курс доллара вырос упал поставьте три десятки кто понимает о чем я говорю постоянно происходит какая-то непонятная вообще ерунда которая вваливается в твою жизнь насыпается на тебя и планы намерения обязательства которые ты взял на себя вдруг начинают просто крошиться вроде бы как бы казалось бы по объективным обстоятельствам это женщина 39-летняя сказала короче значит у меня последний шанс и больше его не будет кто решил что это последний шанс она решила понимаете объективно это не был последний шанс потому что вообще-то все только началось и женщинам собственно говоря открыли дорогу в спорт бегай хоть каждый год бегай в маленьких соревнованиях стань тренером по подготовке бегунов и тогда ты все время будешь бегать и ну то есть это вообще не прекратится может никогда но она сказала что вот этот раз мой последний понимаете люди которые выбирают каждую секунду своей жизни каждое свое намерение каждое свое какое-то желание как последнее они достигают результатов и это очень важно они достигают результатов и каждый раз когда вы следуете за собой за своим состоянием и не придаете свои мечты у вас получается классный результат и для меня лично вот это вот позиция я лучше умру но добегу она странная ну потому что наш учителя учит нас быть бережными к себе к своему телу но с другой стороны вот это состояние довести до конца довести до конца потому что я так решила довести до конца потому что это для меня важно мне вообще фиолетово какой я прибегу я для себя решила что я это могу если я это решила значит я это сделаю и мне это даст силы и мне это даст энергию и когда у габриэла потом спрашивали ну зачем такие риски. На форуме обсуждения этой истории я прочитала, меня поразили мужчины и женщины, которые писали, куда смотрели организаторы, ее нужно было дисквалифицировать. Дисквалифицируйте, попробуйте такую женщину, такого человека, который принял решение и говорит, отойдите все вообще, я отвечаю за свою жизнь, понимаете? Невозможно дисквалифицировать человека, который решил завершить путь. И тогда вопрос у меня, если у нас путь, если у нас решение его завершить, если у нас человек, рядом с которым мы хотим завершить этот путь, где взять состояние, из которого я смогу завершить путь, я вот приехала на отдых. Я здесь беру для себя состояние. Мне нравится. Всех своих учеников этим летом я попросила очень-очень качественно отдохнуть, присылать мне фотографии и отчет, тот, что отдых был действительно качественным. Почему это важно? Потому что, чтобы принимать сильные решения, мы должны иметь это состояние покоя. И часто наша вера определяет то, в каком мы состоянии. Сегодня утром из небесной канцелярии пришли тексты, я бы хотела с вами их разделить. Утог-выдох. У Бога нет религии. А еще у Бога нет канонов, пятистолпов и правил не носить цветастую одежду. Ему все равно, и ледим мы яблоки до спаса, готовим ли молоко или мясо на разных плитах, и принимаем ли в пищу в светлое время суток, во время Армадана. Бог не требует читать намаз, совершать обрезание, верить в то, что мир основан на страданиях. Ему не нужен наш двухнедельный пост, постное лицо и вырезанная дыра в районе сердца в знак скорби по усопшим. Все это придумали сами люди. Слепили богов, нарисовали иконы, нанесли на белый камень орнаменты. Столетиями велись религиозные войны, уничтожались рожеволосые женщины и те, кто думал иначе. Написаны сотни книг, разработаны тысячи правил и ограничений, осудили всех, кто не выполнял Микве, не молится за умерших на манер протестантов и не признают литургии. И ничего, ничего за две тысячи лет не изменилось. Мы изучили языки, пользуемся интернетом, разработали умные палочки для еды, храним пуповинную кровь, но при всем этом мы продолжаем убивать, грабить, врать, ненавидеть, невзирая на Иисуса, Кришну, Мухаммеда и Будду. Мы ссоримся на улицах и вагонах метро, имеем сотню врагов и половину друга. Играем в прятки, поделываем голоса, носим маски, продолжаем хотеть не нравиться, носим сердце искусственные клапаны и не даем себе жить. Мы напрочь забыли, для чего мы живем из цежевого молока и даже не догадываемся, что пришли на Землю с одной единственной задачей – обрести счастье. Эти слова однажды сказал невероятный Мухаммад Ганди. Куда идете вы? Какой ваш путь? Какие остановки на вашем пути? Что вас наполняет? С кем вы хотите разделить радость своего пути? Выберите сами. Сегодня самый обычный вторник, кто-то скажет, а кто-то скажет, это лучший вторник в моей жизни. Гениальный просто! Какой вторник? Какой вторник? Посмотрите, люди! С вами была Лена Тарарина. В названии этого видео ссылка для того, чтобы поддержать Наланду. Нам по-прежнему нужна помощь. Мы строим Наланду всем миром. У нас по-прежнему нет денег на строительство. В конференц-зала вчера добрый человек пообещал привезти в Наланду стиральную машину, чтобы мы могли стирать постельное белье и какие-то свои вещи. Полотенца, например. Спасибо всем, кто помогает. Нам это все важно. Мы бы хотели, чтобы это место было наполнено каждым из вас. Потому что самые великие вещи в этой жизни создаются множеством людей по капельке. Нет никакого разового влияния или вливания. Все создается сердцем, доверием и желанием, чтобы что-то прекрасное было создано. Обнимаю вас сердечно. Желаю потрясающего дня. Завтра в 9 встречаемся здесь на Мудром Коучинге. Будем говорить о деньгах. Будем говорить о деньгах и роскоши. Поговорим о том, Шанель, Прада, Риксес, это с жиру они бесятся. Или что-то все-таки есть в этом какая-то философия. Кому интересно, попробуйте роскошь на вкус. Жду завтра в 9. Спасибо, что поделились этим эфиром. Надеюсь, что среди ваших друзей есть ребята, которым это будет интересно услышать. Я вам желаю прекрасного дня. Всего вам доброго. До новых встреч. До свидания. С вами была Элена Тарарина. Редактор субтитров А.Семкин